Девушки отдыхают Отборочные в Пакистане посетили более 5000 участников А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта Сегодня мы продолжаем учиться пользоваться наемниками из лагеря в игре Warcraft TFT И конечно сегодня мы увидим игру в дисциплине Warcraft TFT Встречаются лидирующие команды регулярного чемпионата СК и World Elite Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира Команда Button Brushers в очередной раз подтвердила свою нестабильность на Call of Duty сцене Вновь изменив свой состав спустя пару недель после последних перестановок В конце сентября, напомним, команду покинули Toxigy и Movgy Первый решил завершить профессиональное выступление, в то время как второй перебрался в Sirius Gaming Но, как оказалось, ненадолго Теперь он опять в стане команды Также в проект пришли два брата бельгийца, Стиви и Яззи Интересный рейтинг по Dota опубликовал один из сайтов Данные в нем основываются на том, сколько команды заработали за последние месяцы Возглавляет этот рейтинг команда SK, имея в кармане более 13 тысяч долларов Совсем немного отстают сингапурцы, зениф, а следом уже с внушительным отрывом плетется мим Российские команды оккупировали места с 8 по 11 Здесь расположились Rush 3D, Virtus.pro, BackGrip и It's Our Time Отборочный WorldCyberGames 2008 в Пакистане посетили более 5 тысяч участников Это стало возможным благодаря поддержке многих компаний Все основное внимание было приковано к дисциплине Warcraft 3 The Frozen Throne Ведь именно здесь происходили все самые интересные события И именно здесь состоялась настоящая сенсация тура И SMStat сумел в суперфинале обыграть прошлогоднего победителя Refi И прорубить себе дорогу в Кёльн на финальный этап Недавно пришло подтверждение, что ветеран испанской сцены Dave Отправился на гранд-финал WCG 2008 в Кёльн Естественно, не в качестве туриста, а пятым игроком победителей национальных отборочных X-Sixthens Заменит он, как несложно догадаться, единственного легионера в составе этого коллектива ВАСИ Правилами WorldCyberGames запрещено участие иностранцев в составах национальных сборных И хотя ВАСИ проживает в Испании, его просьба о разрешении участвовать была отклонена Добро пожаловать в школу киберспорта Сегодня мы продолжаем учиться пользоваться наемниками из лагеря в игре Warcraft TFT Наемники — юниты, которые покупаются на некоторых картах в специальных местах Несмотря на их относительную дороговизну, преимущество использования наемников налицо Воины из лагеря появляются мгновенно, резко увеличивая тем самым численность вашей армии Поэтому, если вы достигли некого экономического преимущества И хотите быстро задавить противника за счет большей армии Или желаете пропушить строящийся экспант врага, наемники — ваш выбор После троллей жрецов в лагере наемников на работу выходят тролли-берсерки Появляются они с наступлением первой ночи, а именно в 19.00 по местному времени Стоимость этого воина превышает цену любого юнита на данном этапе развития За свою работу в вашей армии тролль-берсерк потребует с начальства 245 единиц золота и 30 единиц леса А съедать юнит будет три лимита Впрочем, ваши затраты окупятся с лихвой Для начальной стадии игры воин обладает богатырским здоровьем в 450 хитпоинтов Больше только у Хантрес и Грантов Зато ни те, ни другие не могут похвастаться высокой персовой атакой Берсерк за один выстрел будет снимать с противника от 28 до 37 единиц жизни Правда, подставлять такого воина под атаку врага не стоит Ведь средняя броня тролля легко пробивается ближнебойными юнитами Но при должном микроконтроле убить этого наемника будет трудновато Зато общая атака вашей армии заметно вырастет, что позволит не только эффективно пушить врага Но и быстрее крепится, получая опыт и полезные девайсы Мы — виртуальная школа Учитесь на пятерке, пока бесплатно Разойдись! Смотрите далее Новая система водяного охлаждения для вашего компьютера И, конечно, сегодня мы увидим игру в дисциплине Warcraft TFT Встречаются лидирующие команды регулярного чемпионата SK и World Elite Представляем обзор киберспортивных девайсов Компания Razer выпустила первую беспроводную мышь для ноутбука Она не то чтобы уж очень маленькая и легкая По этим параметрам она относится скорее к среднему классу, чем к максимально портативным Форма — почти правильная полусфера со срезанными боками Верх состоит из четырех частей Это две кнопки Пассивная площадка вокруг колеса И задняя часть — крышка батарейного отсека Мышь не может похвастаться дополнительными кнопками И большой частотой сканирования Но это ей и ни к чему Представляем комплект BTC-9051H Chita Предназначенный специально для геймеров Главная особенность клавиатуры — 17 программируемых клавиш Кроме того, клавиатура обладает технологией многоцветной подсветки клавиш Изменение цвета осуществляется автоматически В зависимости от интенсивности нажатия на клавиши Лазерная игровая мышь оснащена двумя программируемыми кнопками Одна из них позволяет мгновенно развернуться на 180 градусов Компания Dialog выпустила настольный микрофон с гибкой ножкой M108S С помощью этого девайса вы сможете общаться с друзьями по скайпу или в компьютерных играх Гибкая ножка позволяет удобно расположить микрофон Длина кабеля — 2 метра Частотный диапазон от 50 Гц до 16 кГц Обеспечит четкую передачу звука Подставка крепится к столу на трех присосках Также в нее вмонтирован груз, что обеспечивает микрофону устойчивость Если вы заметили, что ваш компьютер стал немного перегреваться То есть два способа исправить эту проблему Первый — выключить компьютер и подождать, пока он остынет А второй — установить на него водяную систему охлаждения резератор И не выключать его никогда В комплект входит накладка на процессор, трубки и 7-килограммовый радиатор Данная система охлаждения позволяет разгонять все виды процессоров до максимальной мощности Сегодня вам предстоит увидеть игру в дисциплине Warcraft TFT В рамках старейшей и одной из самых престижных мировых лиг В С3Л 14 сезона встречаются лидирующие команды регулярного чемпионата СК и World Elite Pepsi Которые на данный момент входят в первую четверку Мы посмотрим решающую третью игру поединка Орка из СК под ником Violet И представитель расы нежить В.Е. Пепси Теда на карте Теренас Стенд Violet — молодой и очень перспективный корейский игрок Который после ряда впечатляющих побед над признанными авторитетами Warcraft'а Был приглашен в план СК Что касается китайца Теда То этот игрок сейчас находится, как говорят, в самом расцвете сил А также в неплохой форме Специалисты признают его лучшим андедом Китая В матчапе Орка и андеда традиционно доминируют зеленокожие Поскольку их юниты в начале игры превосходят по силе войска нежити Да и герой Блэйдмастер, в дальнейшем будем называть его Б.М За счет своих критикал-страйков и виндволка Причиняет Уду массу неприятностей Нежить выравнивает ситуацию только на поздней стадии игры Благодаря своим раскачанным героям, а именно их убийственным заклинаниям Что же на этот раз придумает Тед против стандартного Хараса Орка? И вот она, первая атака Уда Тед уже уничтожил одно логово Орка Вайлет пытается хексить ДК, чтобы тот не лечил пауков Но фокус финдов по грантам за счет высокого урона куда опаснее При этом нежить отстает Орка по грейду главки Но это сейчас и не важно Тед красиво отводит смертельно раненых пауков на базу Заставляя Б.М противника отвлекаться от сражения в попытках их догнать Это и сыграло с молодым корейцем злую шутку Пока Блэйд гоняется за юнитами Теда Его герой попадает в окружение Прекрасная микро со стороны Андеда Размен явно в пользу последнего Но у ДК заканчивается мана на Койлы И нежить вынуждена отступить на базу Где ее уже ожидает свежий лич и банки маны Вторая атака Андеда теперь уже с личом Который благодаря своему фрост-армору Не только увеличивает броню своих воинов Но и замедляет ближнебойных юнитов Орка Зелеваны же в свою очередь строят Кадоев Которые повышают силу атаки Орков И при случае трапезничают финдами Кроме того, в распоряжении Вайлета Гранты и райдеры с сеткой Тед за счет большего лимита Разменивается удачнее Войск у Орка явно меньше Но тут корейц замечает, что у ДК Снова закончилась мана на Койл И отчаянно бросается на Лича Который без вкусных Койлов Живет, как правило, совсем недолго Это единственный шанс Вайлета Прогнать уда со своей базы Тед спохватился слишком поздно Не передал Личу телепорт И СХ предательским ударом в спину Убивает героя нежити Тед вновь вынужден отступить Но надолго ли? Решающая атака Андеда Который уже сделал третий грейд Главке и у Лича появилась Орба Отнимающая у каждого атакуемого им юнита Целых пять единиц брони Третьим героем китаец выбирает Пит Лорда Который умеет ослаблять атаку Всех зеленокожих воинов Специальным заклинанием Кроме того, позади армии Теда Катаются тележки Восстанавливающие жизни у воинов И ману у героев нежити А что же Орк? Его СХ получил третий левел И теперь располагает лечением Второго уровня Что немного облегчает судьбу Вайлета И тот за счет грамотного контроля Постепенно склоняет чашу весов В свою пользу Кажется, у Теда остаются только герои Но они-то и решают судьбу сражения Блэйдмастер, ослабленный Арбой Получает Койл в спину И тут же умирает А без главного героя Вайлету остается только написать ГГ И признать свое поражение Великолепная победа Теда А как выяснилось позже И всего клана Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И, конечно, самое интересное Новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok